Я уже привык к тому, что врачи на ютьюбе, настоящие врачи или фиктивные врачи, несут бредятину. Меня это совершенно не удивляет, и я очень, так сказать, вяло реагирую на это. И я же не буду на каждую бредятину делать видео и объяснять, что нет, это не так. Это неинтересно. Но когда врач просто дает информацию, которую слушайте зрителей убивает, по моему мнению, то я просто, ну, наверное, должен об этом сказать. Вот что она сказала в двух своих видео. Что она сказала? Она сказала, что она рекомендовала есть мясо, она рекомендовала есть сало, она рекомендовала есть сливочное масло. Ребят, значит, я не собираюсь делать какой-то подробный анализ, я не собираюсь с ней спорить, я не собираюсь приводить аргументы. Единственное, что я хочу сделать, я хочу вас предупредить, что вы просто хлопнетесь от инфаркта, инсульта. Вот и все. Лечить она вас не будет, ответственности она никакой не несет. Как вы прекрасно понимаете, ей наплевать на ваше здоровье, ей нужно получить денежки с ютьюба. Вот, но это вы и так знаете, и без того. Я просто хочу, чтобы вы об этом помнили. Вот, и вот, наверное, и все. Значит, чтобы быть честным, значит, я... У нее есть одно видео хорошее, я посмотрел. Она очень толково про хромиум пиколинат рассказала. Вот, то есть она там все правильно сказала. Вот, но еще два видео вот я посмотрел, и вот там вот она такую вредную информацию дает. Просто смертельную информацию. Вы же понимаете, наверное, что я не буду смотреть ее... У нее там сотни различных видео, я же не буду смотреть их все. Я не буду их анализировать и говорить, вот тут она сказала правильно, вот тут она сказала неправильно. Вот так, вот это так, вот это... Я не буду этим заниматься. Просто предупреждаю вас, что... Будьте осторожны с советами. Будьте осторожны с советами. Если вы... Ну, я понимаю, что кто-то скажет, вот она нам говорит это, а ты нам говоришь наоборот. Почему мы должны верить тебе, а ей мы не должны верить? Ребята, вы верьте кому хотите. Понимаете, мое здоровье хуже не станет от того, что вы будете есть мясо или вы не будете есть мясо. Просто будьте осторожны, потому что если вы поверите не тому человеку, которому надо было поверить, то последствия будут очень-очень плохие. Ну, давайте вам примерчиков парочку подкину. Муслим Магомаев, гениальный певец, 66 лет, инфаркт, умер. Градский, 72 года, инсульт, умер. И таких вот инфарктников, инсультников колоссальше количество. Поэтому желаю вам всем удачи и будьте здоровы. Пока. А доктору Лисенковой, ну, я же не буду ее учить. Понимаете, кое-какие вещи в этом же видео она сказала, в общем-то, достаточно толково. Она сказала, что недостаток белка ведет к ожирению. Действительно, это правильно она сказала. Однако мясо, это очень плохой источник белка. Ну, естественно, и свинина, там, и сало, и так далее. Пока, будьте здоровы, здоровье у вас самое главное. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok